добрый день меня зовут агафонов александр алексеевич я заведующий кафедрой высшей математики и математического моделирования института математики и механики имени николай иванча лобачевского и сегодня я бы хотел рассказать вам о интересном направлении а именно об имитационном моделировании технологии интернета вещей это эта тема является относится к области образовательной робототехники и в начале несколько слов о том что же вообще такое образовательная робототехника образовательная робототехника это относительно молодое междисциплинарное направление которое развивает у учащихся навыки и мотивацию к изучению различных дисциплин таких как математика информатика инженерное дело ну и прочее это актуально для учащихся разного возраста это конечно же и студентам инженерных направлений важно изучать и участвовать с полученными знаниями в мероприятиях в соревнованиях различных олимпиадах также такие мероприятия проходят и для школьников поэтому мы в институте математики механики преподаем у будущих учителей математики и информатики соответственно навыки полученные в рамках этих дисциплин могут быть успешно использованы в их педагогической деятельности в школе не секрет что сейчас есть много возможностей для занятий робототехники есть специальные конструкторы такие как несколько различные линейки конструкторов лего с их помощью можно заниматься робототехника и в дошкольном возрасте и в школьном возрасте начальные классы средние и старшие классы школьники осваивают и инженерное дело и программирование причем программирование на разных языках и начиная с скретча с модульного языка но и заканчиваясь и плюс плюс и питон есть различные платформу на различных языках вот проходит регулярно соревнования в том числе и всероссийские по робототехнике на которых интересующиеся и увлеченные могут показать свои результаты также интересно что есть конструкторы вот эти конструкторы они в принципе включают себя все все необходимые детали и методические сопровождения для проведения занятий но есть еще и другой подход а в частности есть конструкторы робототехнические фирмы arduino но или аналоги китайские которые не может быть настолько разработаны для окончательных уже готовых уроков моделей но зато они предоставляют больше возможностей для сборки для моделирования для сборки для программирования уже каких-то своих уникальных устройств значит эти детали детали они продаются и наборами и по отдельности их можно заказать в китайских магазинах на платформах и вот я бы хотел дальше продолжить разговор ориентируясь на вот этот конструктор робототехнический значит вообще если мы говорим про робота то есть определенные ну или такую вот систему автоматическую то конечно же пару слов нужно сказать что мы под этим понимаем в центре ядром такого устройства является какая-то плата управления это микро контроллер который осуществляет функции небольшого компьютера в нем есть и процессор есть и память есть множество контактов пинов для соединения с другими приборами другими устройствами ну и конечно же можно подсоединить элементы питания и подсоединить эту плату к компьютеру для того чтобы загрузить исполняемую программу это микроконтроллер является мозгом центром принятия решения для всего устройства для всего робота также есть множество других элементов есть элементы датчики с помощью которых робот может получать информацию об окружающем мире о каких-то изменениях это и температура и влажность это и освещенность ну и прочее прочее там скажем расстояние до до препятствия если мы делаем подвижного робота то это тоже важно и актуально есть разные индикаторы это и светодиоды это и lcd экраны с помощью которых можно выводить информацию есть разные приводы моторы сервомоторы с помощью которых вся роботехническая конструкция может перемещаться в пространстве ну конечно же необходимо как правило дополнительные элементы питания потому что любой прибор он потребляет некоторую мощность и не хватает нужно дополнительные элементы питания для того чтобы вся конструкция работала и вот с помощью этого конструктора можно на занятиях собирать но осваивать робототехнику потому она и называется образовательная робототехника потому что некое введение в эту специальность направления можно получить используя простые детали и собирая простых роботов но мы сегодня поговорим об некотором ответвление в целом робототехники об интернете вещей интернет вещей можно характеризовать как некую среду экосистему в которой есть множество приборов обменивающихся между собой информации данными эти данные могут быть доступны человеку чтобы он отдавал некоторые указания некоторые команды тем или иным прибором ну и между собой тоже различные приборы могут обмениваться данными для обеспечения некоторых процессов но естественно направлено для на улучшение качества жизни человека вот сейчас множество есть примеров таких устройств интернета вещей многие есть коммерческие проекты продукты доступные для покупки можно значит отдельно заказать купить приборы и установив приложение на свой смартфон получать информацию управлять ими дистанционно через интернет но естественно возникает вопрос а можно ли что-то сделать свое то есть готовые решения это хорошо но в силу разных обстоятельств иногда бывает необходимость понять разобраться в технологии сделать что-то самостоятельное работоспособное рабочие и вот как раз если мы хотим узнать и поговорить о том как же все это работает и что-то сделать свое с одной стороны и не хотим использовать готовые технологии готовые для доступные для продажи приборы то вот тема технологии интернет и вещей как одного из такого раздела робототехники будет интересно ну пару слов о том что нужно чтобы устройство приборы начали взаимодействовать между собой и с человеком конечно нужны сами конечные устройства то есть это разные датчики допустим для умного дома или умной теплицы можно соединить между собой термометр измеряющий количество температуру в теплице и допустим или влажность датчик влажности измеряющий влажность теплицы и скажем какой-нибудь поливальный автомат который включается только в тот момент когда получает сигнал от датчика влажности что уже критических значений достигла достиг этот показатель в теплице вот то есть нужны сами конечные приборы не могут быть простые скажем тот же самый датчик температуры ну просто маленькое устройство небольшое которое измеряет с некоторой периодичностью температуру и эти эту информацию отправляет дальше начаты могут быть какие-то сложные устройства то есть часы какие-то смартфоны тоже могут быть частью всей такой вот системы обязательно нужно определенное программное обеспечение то есть все конечные устройства должны быть связаны в одну сеть и общаться на одном языке для этого и нужно специальное программное обеспечение конечно нужна коммуникация то есть нужны некоторые средства вот связи этих устройств это могут быть и проводные но как правило используют беспроводные устройства стандартные типа инфракрасного канала bluetooth канала вай фай канала но есть и некоторые свои каналы свои значит используемые в технологии интернета вещей тех без проводные технологии ну и платформы платформа это некоторое приложение которое для человека необходимо с помощью которого человек может мониторить ситуацию отслеживать какие-то события ну и значит запускать включать приборы по своей необходимости по мере необходимости по своему желанию ну вот на данном слайде приведен такой очень простой и достаточно такой неаккуратный может быть проект но уже с использованием полноценных технологий интернета вещей когда у нас есть микроконтроллер этот микроконтроллер связан с вай фай сетью и в свою очередь к нему подключена лампочка значит с помощью вот подачи напряжения микроконтроллер может включать или выключать лампочку но как именно поступать эту информацию он получает из интернета вот тут нарисован смартфон человек через телефон может как раз послать этот сигнал находясь в одной части комнаты может даже вне дома и подключить будучи подключенным к интернету значит микроконтроллер получит сигнал включить лампочку но таким образом можно естественно включать не только лампочки но и другие приборы и как я уже сказал информацию включение может может прийти от человека либо от какого-то другого прибора всей системы и мы значит приближаемся уже к собственному имитационному моделированию и я бы хотел сказать что есть множество разных плат для сборки робототехнических устройств и для работы с технологии интернета вещей но вот в своей работе в своей деятельности мне нравится использовать микроконтроллер и сп 32 по некоторым причинам одна из причин то что он по умолчанию имеет вай-фай модуль соответственно не нужно дополнительные какие-то элементы для того чтобы соединить этот микроконтроллер с интернетом передавать и получать информацию из интернета ну еще важно то что этот микроконтроллер можно программировать на языке микропайтом то есть фактически это питон и удобно для проектов о которых я дальше буду говорить в рамках моделирования технологии интернета вещей различные части проекта делать на одном и том же языке то есть если мы берем язык python как базовый язык то желательно все технологии проекта свести к одному языку и вот на классической плате arduino можно тоже делать устройство интернета вещей но она программируется на оси плюс плюс повторяю это ну в некоторых случаях удобно чтобы не использовать в одном проекте множество языков таким образом можно сосредоточиться на функциональной части они на части связаны с программированием изучением языков программирования и как конечно же стоит сказать о том что на этапах изучения этой темы не все могут позволить себе приобрести уже большие наборы и даже небольшие детали и возможно при проведении каких-то открытых занятий уроков в этом нет необходимости потому что то количество заинтересовавшихся которые прослушают эту лекцию занятия потом не полностью в полном составе пойдет заниматься робототехникой и как раз для решения проблемы именно материальной составляющей занятий по робототехники в частности вот по используем технологии интернета вещей удобно иметь под рукой средства имитационного моделирования то есть когда мы используя какие-то программные продукты какие-то платформы можем объединять детали в устройства можем их программировать можем их тестировать и чем ближе эти технологии к реальным физическим прототипом тем лучше и тем более полное будет такое погружение в область через имитационное моделирование так вот одной из площадок это не единственная площадка но опять по некоторым соображениям удобно и является в окви точка ком это такой симулятор робототехнический в рамках которого можно из доступных деталей собирать устройства и программировать их значит это платформа доступная бесплатная можно зарегистрироваться есть платная подписка немножко расширяющая возможности образовательные но при этом доступен и бесплатный режим собственно вот на своих занятиях я именно бесплатным режимом и пользуюсь здесь приведены на этом слайде несколько скриншотов того как выглядит сайт когда на него заходишь по основной ссылке и как можно выбрать значит язык программирования микропитон для того чтобы уже собирать проекты в этой среде далее я покажу ряд уже таких небольших проектов которые показываю и школьникам и студентам они выстроены в порядке возрастания сложности и как раз здесь на этих примерах можно увидеть междисциплинарный характер вообще образовательной робототехники потому что с одной стороны мы здесь мы видим и инженерное дело когда из необходимых из имеющихся деталей в в этом симуляторе нужно соединить какую-то рабочую схему и с другой стороны значит в этой вот на этой же платформе мы можем записать код программный который будет управлять функционалом данной данной сборки данной данного устройства и конечно же здесь возможны различные вариации когда вы усложняете само устройство с одной стороны с другой стороны вы усложняете и программный код в начале простые какие-то действия заменяются все более более сложной логикой при этом интересно что можно давать материал и с точки зрения скажем изучения программирования то есть вот здесь на моих слайдах как раз построены представлены такие проекты которые по сложности и программирования тоже постепенно растут и значит вот можно с учащимися вспоминать различные конструкции и как раз таки видеть их практическое применение потому что в рамках такого симулятора программа которую вы написали будет значит работать в вот этом робототехническом устройстве но это все начинается с простого проекта в мире робототехники как hello world это в программировании первая программа так и в робототехнике первое такой проект это мигающий светодиод когда нужно его правильно подключить к правильным контактам написать правильную программу которая с некой периодичностью включает и выключает ну такой вот светодиод далее я не буду подробно останавливаться на всех проектах но общую логику выстраивание такого учебного материала поясню значит мы увеличиваем сложность добавляя детали и увеличиваем сложность программы добавляя скажем различные циклы которые могут усложнять функционал и вообще логику работы устройства здесь показан пример когда мы можем использовать дополнительные элементы вот здесь есть макетная плата с помощью нее можно подключить множество тех же самых светодиодов сделать такую ленту гирлянду и опять-таки задавая программу ну и правильно подключая нужным образом можно регулировать моргание множество светодиодов далее идет у нас подключение кнопки и функционал работы с кнопкой включать или выключать в данном случае просто светодиод но конечно можно и любые другие устройства по такой виртуальной кнопки включать и выключать да я тут значит сразу же упомяну то что это симулятор с одной стороны с другой стороны он реалистичный то есть если вы будете работать не с платформой в окве а закажите купите реальные детали если вы их соединить в ту схему которую разработали в вашем симуляторе и загрузить на плату ту программу которую написали то ваше устройство соответственно будет работать точно так же как реальное устройство будет работать точно так же как и работает виртуальная дальше у меня по усложнению есть значит примеры подключение программирования разных элементов скажем пьезоэлемент или вот управление ультразвуковым дальномером для того чтобы в реальности это ставят на роботов подвижных и определяют расстояние до препятствия до каких-то объектов но на самом деле в виртуальной своей составляющей это тоже рабочие элементы можно тоже поэкспериментировать потренироваться и даже придумать разные задания используя такой дальномер далее идет датчик температуры влажности с помощью него он конечно же можно виртуально задавать температуру и отслеживать как насколько точно работает прибор вообще что он работает то есть хоть это и симуляция но при этом мы можем все настроить мы можем все запрограммировать и как я уже сказал потом при сборке с настоящими физическими элементами все будет работать так же как и в симуляторе тоже вот пример трехцветного светодиода который состоит из красного зеленого и синих каналов подавая сигналы на каждый канал вы можете регулировать тот или иной оттенок и в сумме в rgb цветовой палитре у вас получается необходимый вам цвет такие цветодиоды используются часто вот в новогодних гирляндах когда одна и та же лампочка диод может разными цветом светить и вот как раз можно поучиться собирать такие устройства можно решать то есть вот тут как раз пример опять-таки междисциплинарного использования когда мы не только программируем и собираем но еще и показываем допустим как математика может на это все влиять то есть используя математические формулы задавая какие-то функции управляющие тем или иным сигналом мы можем ну регулировать работу прибора далее тоже тут это скорее из программирования то что в любом языке программирования есть генератор случайных чисел вот можно не просто скучно писать программу которые генерируют какие-то случайные целые числа а использовать этот генератор в симуляторе робототехническом и управлять цветом с помощью случайных чисел то есть это у нас будет значит свечение случайным цветом светодиода из которых запрограммированным с использованием генератора случайных чисел ну далее пример подключения lcd экрана экраны бывают разные и значит более компактные и наоборот большие но вот интересно что тоже есть определенная логика работы с этими приборами и здесь как раз больше конечно именно программная часть разобраться как именно подается подаются символы как управлять движением этих символов вообще надписью и так далее ну вот пример сервопривода конечно же в симуляторе это не будет выглядеть столь эффектно как в при работе с реальными устройствами но при этом повторяю для получения первичного опыта этого более чем достаточно во вторых те схемы которые могут быть собраны в симуляторе дальше могут быть собраны с реальными объектами и если здесь все работает а также все будет работать и в реальности а ну далее у меня просто идут несколько слайдов с примерными заданиями которые можно давать во время обучения этой теме потому они связаны с тем что в некоторых заданиях есть какая-то схема сборки нужно написать программу в некоторых заданиях есть только детали нужно и предложить свою схему сборки и предложить программу решающую данное задание задачу ну и комбинируя множество деталей можно усложнять функционал нашего прибора и получать все более интересные какие-то результаты собственно вот как раз таки часть демонстрационной проектов которые вам показывала до направлен на то чтобы именно показать как отдельно каждое устройство подключается и программируется а уже вот сложность сложные элементы сложные схемы в дальнейшем уже в виде каких-то творческих заданий можно прорабатывать с учащимися вот ну и мы плавно подходим собственно к теме интернета вещей то есть вот как с помощью имитационного моделирования как с помощью платформы в окве собрать простые робототехнические устройства я рассказал их можно собрать их можно запрограммировать а сейчас интересный момент это о взаимодействии между этими проектами между этими схемами ну и вообще взаимодействие с человеком ну вот как я уже отмечал микроконтроллер sp3 c2 интересен тем что в нем есть вай-фай модуль и можно написать программу которая будет подключать это устройство к имеющейся локальной вай-фай сети и вот что самое интересное и замечательно в симуляторе в платформе в окве то что созданный собранный виртуальный проект через виртуальный вот этот вот вай-фай модуль может быть подключен к реальному интернету то есть вы можете собрать устройства состоящие там из нужных вам деталей написать программу а дальше это устройство станет будет смотреть в интернет будет иметь возможность отправлять данные сигналы и получать ну и тогда мы переходим к вопросу о том как отдельное устройство имеющий выход в интернет объединить соединить в уже единую сеть и здесь нам необходимо поговорить про некоторый язык взаимодействия про формат это так называемые протоколы вот на своих занятиях я использую протокол mqtt это не единственный протокол он достаточно новый современные и популярный вот но не единственный поэтому ну всегда надо иметь в виду что есть разные альтернативы и каждый может выбрать для своего проекта и для проведения занятий может быть немножко другую среду которая ему понравится так вот значит в рамках этого протокола различные устройства интернета вещей соединяются между собой и по клиент серверной типу взаимодействия клиент называется брокер вот в этой терминологии и есть значит конечные устройства они бывают двух типов это издатели и подписчики издатели отправляют информацию а подписчики соответственно не отправляют а получают информацию а за правильной значит вот логистикой отправки тех или иных сообщений отвечает как раз вот этот вот сервер брокер ну вот на данном устройстве данном слайде приведен пример логики работы mqtt устройств то есть у нас должен быть обязательно сервер брокер и все взаимодействие всех устройств конечных осуществляется при подключении к этому брокеру теперь чтобы устройство знали с кем именно они взаимодействуют точнее не с кем а как им взаимодействовать правильно с определенными устройствами есть в этом в рамках этого протокола значит такое понятие как топик или канал это определенный такой адрес текстовые и если одно устройство мы хотим два устройства связать то мы как раз указываем тот канал пока на котором на одном и том же канале они должны находиться только издатель в этот канал помещает информацию данные а подписчик он из этого канала получает информацию уже дальше используют в своем каком-то функционале вот на слайде представлена простая схема когда у нас одним устройством подписчиком является плата с микроконтроллером mqt esp 32 который подключен подключена лампочка значит этот это устройство оно подключено к брокеру к серверу и смотрит на указанный канал далее в этот канал если какое-то другое устройство допустим человек с помощью своего смартфона отправляет команду вот какая команда и как это все будет выглядеть все настраиваем а вот в данном случае эта команда он или of то есть включение или выключение вот если по это в этот канал под поступит от издателя одно из этих двух слов то она дальнейшая брокером будет перенаправлена нашему микроконтроллеру и он соответствии с командой либо включат либо выключат лампочку ну как я уже говорил это может быть любое устройство и вообще вот вся идея взаимодействия устройства она сводится к обмену текстовыми сообщениями в по разным каналам и и опять можно устанавливать сервер и соответствующий брокер на нем самостоятельно но можно в рамках образовательного процесса использовать и уже какие-то готовые платформы вот а до фут это так одна из таких платформ которая значит в качестве демонстрации своих возможностей предоставляет бесплатный доступ и этот доступ он ограниченный но его вполне достаточно для опять таки образовательных целей то есть вы можете зарегистрироваться на этом сайте значит и по бесплатному тарифу по бесплатному значит вот аккаунту создать свой брокер сервер и создать свои элементы но свои каналы и свои элементы вот дашборда это такая вот платформа панель для управления какими-то устройствами которые будут подключаться к этому серверу к этому брокеру есть целая такая доступная линейка различных интересных визуальных элементов которые фактически сводятся к получению каких-то какой-то данных информации от датчиков и выводы это вот может быть такая вот какая-то диаграмма или график и конечно же элементы управления это могут быть разные кнопки тумблеры переключения соответственно если у вас есть вот такой дашборд вы его сделали и вы подключили устройство к этому дашборду то вы можете через компьютер или через телефон управлять вашими устройствами интернета вещей как это делать но в общем то сайт дает выходные данные api ключи которые потом можно использовать в программной части и уже связывать ваши конечные устройства интернета вещей с вот этим брокером который любезно предоставляет платформа adafruit ну и значит вот в конце своего выступления я покажу некоторые примеры уже сборки устройств интернета вещей технологии интернета вещей в какие-то конечные продукты вот здесь представлена программа и сборка самого робототехнического устройства что мы видим у нас есть в окве симулятор в котором мы имеем просто микроконтроллер которому подключена подключен светодиод программа которую вы видите справа вот схемы она уже написано на языке микропитон она так уже теперь не такая маленькая с другой чем предыдущий программу с другой стороны если внимательно посмотреть большинство вот из приведенного кода отвечает за установление соединения в начале с вай фай значит сетью потом с брокером ну и если это соединение не установлена то значит логика там подключение переподключение через какое-то время то есть это скажем так обеспечивает некоторую стабильность работы вот то что желтым указано отмечено это параметры брокера которые нужно сюда внести и соответственно какой-то канал топик который для того чтобы настроить этот прибор отправлять данные в сервер на сервер ну и или получать а то что указано таким серым цветом это ну некоторый функционал который будет меняться в зависимости от вашей схемы чем сложнее схема чем сложнее логика работая то тем этот код эта вставка будет больше вот в данном случае здесь представлена элементарная значит код который просто заставляет включить или выключить лампочку если получена соответствующая команда от брокера вот если это устройство подсоединить ну правильно настроить и указать в качестве брокера сервис adafruit а предварительно на нем тоже все настроить дешборд то теперь человек с компьютера или со смартфона может управлять включением выключением через сервис adafruit этой лампочки следующий пример это еще одно устройство на вокве симуляторе выполненная это просто подключенный к микроконтроллеру датчик температуры и влажности здесь тоже вот чуть чуть больший код серым цветом отмечен почему потому что одновременно это устройство работает по двум каналам она отправляет информацию о влажности и опять таки с использованием дешборда можно видеть и какая у нас влажность какая температура но также она еще эта программа отвечает за связь включение выключение лампочки предыдущего устройства то есть вот если температура тут прописано в логике работы приложения становится выше некоторого критического значения то именно это устройство отправляет в канал который слушает первое устройство команду на включение и у нас включается лампочка как только температура падает ниже критического значения отправляется сигнал выключения соответственно лампочка выключается можно на компьютере на любом компьютере подключенному к интернету запустить вот первое и второе симуляцию в на платформе вокве значит настроить брокер сервер на платформе адафрут и все это заработает то есть вы увидите как через интернет одно виртуальное устройство общается коммуницирует с другим виртуальным устройством и для этого ну ничего не нужно покупать физически ну или платить деньги там за какие-то подписки то есть вот имитационное моделирование позволяет во-первых попытаться собрать какие-то ну простые или более сложные устройства и их соединить в сеть добавив какую-то логику взаимодействия и последнее это тоже не очень сложно написать простой бот telegram бот который тоже может участвовать в качестве интерфейса в качестве вот этой платформы для управления устройствами интернет вещей можно написать на языке тоже на языке python программный код который активирует бота и в этом боте есть две кнопочки включения выключения опять-таки теперь тоже любой человек уже без необходимости заходить на сервис адафрут может через telegram бот послать команду на включение выключения устройства вот можно показать как это работает виртуально но фактически как я уже говорил все эти устройства они являются моделями реальных устройств если вы соберете у себя из реальных деталей такие простые или может быть сложные устройства если вы запрограммируете правильным образом настроить и через брокер взаимодействовать взаимодействовать то вы получите в общем результат не хуже а наоборот даже лучше потому что все это можно еще будет увидеть не только на экране монитора но есть некоторые дополнительные материалы которым нужно ознакомиться и на этом я бы хотел закончить свое занятие изучайте образовательную робототехнику робототехнику изучайте различные бесплатные платформы ну и сейчас есть много инструментов для того чтобы не выходя из дома получать новые знания изучать предметы ну а в дальнейшем и конечно пробовать это все собирать из настоящих деталей спасибо всего доброго до свидания